Приветствую вас, и коллега Лидия очень хорошо сказала, что вам делать в этой ситуации, но она обязала в большей степени процесс, наверное, юридического характера. Я очень хочу вас спросить следующее, вы любите мужчину, а он любит вас, несмотря на вот все денежные конфликты, потому что от ответа на этот вопрос, по сути, зависит ваша мотивация, мотивация на то, чтобы следовать тому или иному варианту, который предложила Лидия, допустим. Вот Лидия пишет, либо вы, значит, подаете в суд, либо меняете отношение к мужу и так далее. Вариант хороший, но ведь в суд вы подаете лишь тогда, когда понимаете, что чувств больше не осталось, что, по сути, суд – это отношение к разделению имущества. Люди, любящие, вряд ли поступать так будут, ну или имеющие хоть какие-то чувства друг к другу. Если вы хотите менять отношение к своему мужу, то это возможно лишь в том случае, если вы все-таки, несмотря ни на что, его уважаете, любите и цените его. Поэтому главный вопрос, который вам хочется задать, это о вашем отношении к нему. как вы его воспринимаете? Понятно, что вам обидно, но поскольку такая линия поведения мужчины была, как я понял, изначально, мужчина, то она идет как бы фактом. То есть, вот у меня такой мужчина, он таким был всегда, и он не изменится. И вы, наверное, принимали его таким, как он, таким вот раньше. Правда плохо, что он поднимал на вас руку. Вот этот момент единственный, который действительно, вот на всех сто процентов, значит, показывает, что он вас не уважает. Еще момент, что он вас не уважает, является упрек в том, что он смог заработать, а вы нет. Ведь у каждого свои способности и на вас ребенок, на вас хозяйство. Если бы ничего этого не было, то, может быть, вы зарабатывали больше у него. Подобные изречения не являются справедливыми. И это доказывает, что мужчина, в общем-то, относится к вам пренебрежительно, относится к вам не очень-то уважительно. Он не ценит вас. И вы это знаете. Но если такое отношение к вам у него было всегда, то сложно что-то говорить о нем. Плохое. Потому что, ну, изначально он так к вам относился. И вы об этом знали. И вы на это согласились. Соответственно, раз согласились, значит, видимо, отдавали себе отсчет ведь в том, что вас ждет. Видимо, надеялись, что изменится. Не изменилось. Люди вообще очень редко меняются. К сожалению. Такова правда. Так вот. Если он вас не уважает, значит, соответственно, скорее всего, и не любит. Потому что без уважения любовь невозможна. И остается вопрос. Вы готовы с этим мужчиной жить дальше? Готовы ли вы терпеть все это? Если готовы, то ради чего? Для чего? Наверное, семейный психолог. Я сейчас не говорю про конкретного эксперта, а именно вообще семейный психолог и психоаналитик сказал бы вам, что вы зависимы от него. У вас такие вот зависимые отношения. Он тиран. Вы жертва. И вы находитесь в полной зависимости от него. Вы знаете, я не думаю, что вы в прямом смысле этого слова жертва. Я не думаю, что вы зависите от него. Но вам нужно определить для себя. Вот вы готовы с этим мужчиной жить дальше? И ради чего вы терпите? А дальше, что к нему чувствуете? В зависимости от ответа на эти вопросы, как раз таки и будет устраиваться дальнейшая ваша линия поведения. Если, допустим, выяснится, что вы мужчину не любите, и с ним вы только, скажем, ради ребенка, то в такой ситуации, естественно, нужно подавать в суд, как и говорит Лидия, четко понимая, что ни себе вы таким образом жизнь не облегчаете, ни ребенку, который наблюдает все эти ссоры, скандалы, крики и так далее. Вряд ли поведения отца, как вы заметили, играют ему на пользу. Потому что, действительно, папа воспитывает не очень хорошие отношения к женщине своим поведением у сына. То есть, в зависимости от того, какая у вас эмоциональная подоплека к мужчине, и стоит, значит, строить свое поведение. Далее, вы пишете, как мужчина относится к вам, но не пишете, как относитесь к нему вы. То есть, считаете ли вы его позицию верным? Считаете ли вы его аргументы правдивыми? И если да, то почему? А если нет, то почему? Попробуйте аргументировать ту или иную точку зрения. Да или нет? И, в зависимости от этого, вы поймете, где больше аргументов, где они более твердые, более логичные. Это и будет верная позиция. Если, исходя из ваших ценностей, из ваших представлений о семейной жизни, из вашего позиционирования себя, как женщина, вы поймете, что мужчина в общем и целом прав. И здесь не важно, как считаем мы. Главное, как считаете вы, потому что это ваша жизнь. Если вы считаете, что мужчина прав в целом, то она просто нужна подкорректировать ваше поведение. То есть, он вас обеспечивает, он вам все делает, делает. То, что он бережет деньги, ну это может быть как, в данном случае, это очень сильно напоминает, просто знаете, расчетливость. Такая черта, у людей есть расчетливость. Курят без расчетливости нельзя заработать достаточно много. Мога, так оно и есть. Ваш мужчина, по крайней мере, не заработал бы много, если бы не ввел учет этим деньгам. Деньги любят счет. Так, по крайней мере, говорят. И за все приходится платить и платить. То, что мужчина зарабатывает, как вы пишите, в 10 раз больше, чем вы, не было бы возможно, если бы он не ввел учет деньгам. То есть, учет – это неизбежное следствие того, что он неплохо обеспечен. Но это же дает ему уверенность в себе и, наверное, излишнюю самоуверенность. Но так получилось, что человек не знает меры. Если же вы считаете, что мужчина не прав, и думаете, что его поведение неверно в корне, то, соответственно, терпеть его не нужно. Потому что это не делает вас счастливой. Вряд ли вы ему это докажете. Потому что, как правильно, опять так и сказала Лидия, он не изменится. И вам нужно думать уже о себе. Мужчина о вас не думает. Мужчина не стремится сделать вас счастливой. Мужчина не заботится о вас. Мужчина, наоборот, вас всячески принижает и напоминает о том, что вы хуже него. И вот в этом случае, если вы считаете, что его поведение неверно, нужно решать свои интересы самостоятельно. Как уже решать вам? Есть возможность уйти – уходите. Так, по крайней мере, жить будете спокойнее. Нет вам возможности уйти. Нужно начинать тогда либо искать другого мужчину, но это у вас либо есть возможность, либо нет. Либо, собственно, как и сказала Лидия, подавать в суд на делу имущества. Потому что, если брачного договора у вас не было заключено, то все имущество делится пополам. Неважно, кто его заработал. И вы получите отдельную, соответственно, же площадь, это будет раздел квартиры. Вы получите место для проживания, где будете спокойно жить с реберком, работать, а он вам еще будет платить. Тут важно понять, как вы к нему относитесь, что вы от него хотите, какие у вас личные эмоции от него, и как вы себя подизорнируете. Вот в зависимости от этого вам и нужно принимать решение. Ошибки, которые вы допустили, являются следующими. Если было видно, что мужчина расчетливый человеком, нужно было заключить брачный договор, согласно которому там были бы регламентированы расходы, как, чего и почему. Ошибка в том, что вы все это терпите. Видимо, чего-то боитесь, чего-то опасаетесь. И рукоприкладство было, и крики постоянные, и удержения. Вы все это терпите. Потому что что-то не дает вам от него уйти. Что-то не дает вам начать защищать свои интересы. Почему-то вы не позиционируете себя, как равное им. А ведь так оно и есть, и дело здесь не в деньгах. Вот именно эта ошибка является главной, и ее нужно устранять. Если это страх, причину страха нужно выявить и убирать. Если это комплексы, так же их нужно снимать. В любом случае, именно в этом заключаются ваши ошибки. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.